Крылья-крылья 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 Субтитры делал DimaTorzok И в микрофон, если вы желаете, чтобы все видели именно вас и вопрос был услышан именно в микрофон, если вы стесняетесь, может быть, вы волнуетесь, может быть, боитесь упасть в обморок от того, что на ваши вопросы ответит тот, кто является вашим кумиром, вы можете написать на бумажечке, на какой-то записочке. Такую записку потом девушки выйдут, возьмут, передадут нам, и вы сможете в этой ситуации озвучить через меня ваш вопрос. Готовьте, готовьте свои вопросы, будет очень много интересных моментов, но и самое главное будут вопросы для вас. Если вы сможете правильно ответить на эти вопросы, то вы сможете получить хороший подарок. Но я думаю, сейчас уже появятся у нас все наши представители команды «Крылья Советов». Давайте поаплодируем команду «Крылья Советов» в этом зале. Пока можно присесть, пока можно здесь присесть. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Располагайтесь здесь на первом ряду. Надо еще громче аплодировать. Они вчера победили Ростов. И, вы знаете, прежде чем мы начнем наше общение, мы начнем презентацию, официальную презентацию новичков «Крылья Советов», разрешите предоставить слово ректору Самарского государственного технического университета Дмитрию Евгеньевичу Быкову. Болельщик переживает «Крылья Советов». Ну и, конечно же, сегодня, во многом благодаря ему, у нас есть возможность встретиться в этом уютном зале и пообщаться с игроками, увидеть их. Дорогие гости. Александр Владимирович, наши студенты, любимые и дорогие. Я рад вас приветствовать сегодня в этом зале. Сегодня у нас большое радостное событие. К сожалению, наша баскетбольная команда сейчас проиграла четвертый матч, но три выиграла до этого. Мы очень трепетно относимся к спорту в нашем университете и поддерживаем все спортивные начинания ваши. И в нашем университете есть все условия для того, чтобы заниматься практически всеми видами спорта. И благодаря этому, может быть, Политех – это микроспортивная держава нашего города. Мы 11 раз уже победили в спартакиаде вузов в этом году. Я думаю, что победу мы не отдадим никогда. И теперь, вот пятый раз, мы встречаемся с игроками и руководством команды Крылья Советов. Для нас это очень почетно, очень приятно. Потому что, с одной стороны, мы должны отдать дань этим людям, которые защищают честь города нашего, города Самары. Нашей команды любимой, всегда любимой Крылья Советов. С другой стороны, они оказали нам уважение, наверное, не просто так, а знают, что здесь – это дворец спорта, это храм спорта. И я всем хочу пожелать здоровья, успехов, спортивных, в учебе и всех самого простого человеческого счастья. Поздравляю вас с этим событием. Спасибо большое. Ну а сейчас, я думаю, что мы бурными аплодисментами поприветствуем главного тренера футбольного клуба Крылья Советов Самара. Александра Валерьевича Цыганкова. Александр Валерьевич, приветственное слово для всех болельщиков. Мы здесь не разделяем на студентов, на тех, кто пришел в этот зал, являясь, может быть, студентом другого вуза или вообще просто болельщик Крылья Советов. Вы буквально, ну, фактически, да, вот еще мыслями были в Ростове и сейчас, наверное, вспоминаете эту игру. Приветствие от вас всем, кто пришел сегодня вас поддержать. Добрый вечер. Большое спасибо за такой теплый прием. Очень неожиданно и очень приятно, что наш один из ведущих вузов столько тратит сил, умения, мастерства, чтобы не только поддерживать вашу физическую форму в университете, но и закладывать то, что вы активно болеете за родную команду. Спасибо огромное за прием. А в нашем мероприятии должен был еще принимать участие министр спорта Самарской области Шляхтин Дмитрий Анатольевич, но он звонил, говорит, очень срочные дела, и он опаздывает, пока не знаем, сможем ли мы его дождаться или нет. Он звонил, сказал, что начинайте пока без меня. Думаю, можно поаплодировать. Дмитрий Анатольевич возглавляет совет директоров нашего футбольного клуба Крылья Советов. Ну а для того, чтобы начать наше мероприятие, прежде всего давайте тоже отметим от футбольного клуба Крылья Советов принимающую сторону здесь, в этом здании и в этом университете. И мы приглашаем на сцену вновь и ректора Самарского государственного технического университета Дмитрия Евгеньевича Быкова под ваши аплодисменты, а также председателя правкома студентов Константина Франко. И получаются шарфы Крылья Советов. Давайте поаплодируем. Константина вышла со своим сыном. Да? Племянник. Ну, я думаю, что племянник болеет и сын, наверное, если боится, тоже будет болеть за Крылья Советов. И играет даже в футбольный клуб. Можно аплодировать уже здесь. Александр Валерьевич уже берет на заметку таких молодых юных дарований. Спасибо большое. Спасибо большое. Действительно, пятая, можно сказать, юбилейная встреча в этом зале. И сейчас мы будем приглашать на сцену под ваши бурные аплодисменты. Тех игроков, которые на самом деле уже не новички. И уже очень много матчей провели в составе Крылья Советов. Уже принесли очень серьезное удовлетворение от своей игры. Но официально встречи с вами, уважаемые поклонники Крылья Советов, еще не было. И это действительно такая настоящая презентация этих футболистов, которые в летнее трансферное окно стали частью команды Крылья Советов. Мы начинаем представлять игроков и начинаем представлять по амплуа двухкратный чемпион Словакии, обладатель золотых медалей польского национального первенства, а также суперкубков обоих стран. Участник чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Ян Муха! Ян Муха, клубный свитер с номером 99. Давайте аплодировать. Сейчас мы будем аплодировать еще вдвойне, потому что Ян своим сыном здесь. И сына мы тоже приглашаем к отцу поближе, чтобы он был рядышком и участвовал в нашей презентации, в нашей встрече с болельщиками. Он перешел в Крылья из бельгийского Генка. В его составе он становился чемпионом Бельгии, а также обладателем Кубка страны. Защитник Фелисио... Жозе Феррера Натсон. Ну а следующего игрока, которого я уже проанонсировал, нужно еще представить следующим образом. Он воспитанник клуба Герта, имеет костариканские корни и гражданство этой страны, но выступал за юношескую и молодежную сборные Германии. Фелисио Браун Форбс. Далее переходим к полузащитникам. И новичок нашей команды ранее выступал за московский «Спартак», за ярославский «Шинник», за Ростов из Ростова-на-Дону и грозненский «Терек». Александр Павленко. Ну что ж, про следующего футболиста можно говорить очень долго. Ранее он выступал за ЦСКА, Торпеда, Динамо, Зенит. На его счету 57 матчей за сборную в нашей стране. Он бронзовый призер чемпионата Европы 2008-го, участник чемпионата мира в Корее и Японии 2002-го. Игорь Семшов. Можно присаживаться я Александру Валерьевичу Цыганкову, тоже прямо в центр, можно поближе, Саш, присесть. Еще мы должны отметить, что Руслан Аджинжал тоже, в принципе, новичок, но мы посчитали, что он уже был представлен когда-то давно в Крыльев Советов, и в этой ситуации не вернувшегося Сибайса, ни Аджинжала сегодня здесь нет. Есть именно эти представители Крыльев Советов. Им можно еще раз поаплодировать. Сейчас мы уже будем переходить к вашим вопросам. Сейчас в зале появятся девчонки, которые будут принимать от вас записки, если вы стесняетесь. Ну а те, кто самые смелые, могут уже выходить к микрофону, задавать вопросы. Начну, наверное, я и вопрос Александру Валерьевичу. Немножечко с улыбкой такой вопрос, но тем не менее. Александр Валерьевич, расскажите подробно, А как вам так удалось подгадать, чтобы встреча с болельщиками была после первой выездной победы Крыльев Советов? Специально никогда ничего не гадается. Это специально нам Всевышний дал, чтобы мы на хороших эмоциях встретились с своими болельщиками. Поэтому ребята все сделали и делают в каждой игре для того, чтобы был положительный результат. К счастью, именно перед вашей встречей, наверное, чаще надо встречаться, чтобы было больше очков в нашей копилочке. Ну и пока вы еще стесняетесь, я хочу отметить еще раз. Микрофон включен. Подходите, подходите и задавайте вопросы. Пока я задам вопрос. Вопрос Яну Мухи. Ян, расскажи про своего сына, который рядом с тобой. И расскажи про сына, который играет в английской, ну, не премьер-лиге, но за молодежную команду одной из команд премьер-лиги. Расскажи, пожалуйста. Ну, у меня сын в Англии, я там играл. Ян, все хотят слышать твой голос тоже, понимаешь? А я не говорю по-русски. А ты говори по-словацки, а мы услышим твою речь. Надо не забывать, Ян, здесь студенты Государственного технического университета, некоторые увлекаются языковедением, понимаешь? Могут и по-словацки легко понять. Ну, у меня русский еще не так хороший, чтобы я мог с вами говорить по-русски. Ну, неукриво, я уже разумею по-русски. Однако я не скрываю, что я очень много понимаю. Шибко учусь, так же... Так же быстро учусь. Так же, меньше, не меньше, и, наверное, еще несколько месяцев, и, наверное, я смогу спокойно говорить по-русски. И надеюсь, что через несколько месяцев уже смогу спокойно разговаривать по-русски. Ян, за какую команду играет твой старший сын в Англии? В настоящее время он находится в Академии Менчерстер Юнайтед. Несмотря на то, что моя родина не мешает за мной, только ходит на какие-то там визиты. К сожалению, моя семья здесь не живет, она приезжает на недолгие посещения сюда. Мам четыре детей, так же... У меня четверо детей. Двуха ходит в школу, так же... Двуха ходит в школу. Так же, барлы часто любила тут, и с чем-то родина, так же... Поэтому очень сложно сюда всю семью привезти. Так же, в тех пор, и так же десидовали, что родина остается в Англии. И пока мы решили, что семья будет оставаться в Англии. Спасибо большое. Ян Мухов помогает нам в общении с нашими иностранными футболистами. Алексей Везеров, ему аплодисменты. Знает почти все языки мира. И сейчас уже первый вопрос от болельщиков. Прошу вас. Александр Валерьевич, скажите, на протяжении трех игр наша команда всегда лидировала в первых таймах. И в конце что-то не хватает. Что им не хватает, чтобы побеждать в этих матчах? Спасибо. Прежде всего, не хватает, наверное, доли мастерства и везения. Мы над этим работаем. В последней игре наоборот. Получилось, что мы выиграли на последних минутах. Это в позапрошлой игре. А в прошлой игре наоборот повернулось лицом. Александр Валерьевич, очень многие говорят, что помогли два игрока, вышедшие на замену. Будут ли они теперь выходить стартом в составе? Сибаис Елисеев. Я думаю, что тот коллектив, который был заряжен на победу на протяжении того времени, промежутка времени, когда мы готовились к этой игре. Именно коллектив, сплоченность, дал свой результат. И те ребята, которые находились и на футбольном поле, и на скамейке, и Сергей Корнелен, который на трибуне, именно внесли свою лепту в победу. Она одна на всех. И мы делимся с вами этой победой. Итак, уважаемые парижки, задавайте вопросы. И самое важное, не забывайте, вот девушки, очаровательные девушки, здесь мисс КС и вице-мисс КС. Обращайтесь, отдавайте им заметочки, которые вы решили написать на своих листочках. И эти вопросы дойдут до нас, и мы будем их озвучивать. Итак, вопрос. Два вопроса, можно? Можно. Так, вопрос Фелисию Форбсу. Так что же все-таки приятнее пить? Темное немецкое пиво или латиноамериканскую текилу? Сегодня стоит выбор? Да. С газом, а без газа. А понравился вопрос? Я вообще-то алкоголь никакого не пнил. Научен. Но я думаю, что это сложно сказать, не могу оценить. Понятно. Спасибо. Ну и второй вопрос. Игорь, Игорь Усимшоу, соответственно, я знаю, что у тебя был такой прикид, ты в драных джинсах ходил, ты любишь рок. И какая твоя любимая группа? Рок, первый раз об этом слышу. Игорь, объясни, почему были драные джинсы, все подумали, что это... А они меня тоже сейчас рваны, я прикрыл футболкой. А, понятно. Спасибо. Так, еще один вопрос от болельщиков. Вопрос о Игорь Усимшоу. В каком туре вы забьете сотый гол? Свой, свой сотый гол в карьере. А сейчас какой? 13-й? 13-й был. Думаю, до 20-го успею. Так, пока решают там болельщики. Есть вопрос, да? Договорились. Здравствуйте, меня зовут Алексей, студент инженерно-экономического факультета. Я задам два вопроса. Первый вопрос Александру Валерьевичу непосредственно, второй вопрос всей команде. Вопрос Александра Валерьевича звучит так. Если я не ошибаюсь, вы писали дипломную работу, когда получали лицензию про-тренерскую, на тему кризис в футбольной команде и пути его решения. Так вот, подскажите, пожалуйста, а как все-таки решается кризис в футбольной команде? Прежде всего нужно говорить вслух о тех моментах, которые подвержены кризису. И обсуждать их. Только совместная работа может привести к решению данного кризиса. Спасибо. И второй вопрос. И второй вопрос будет адресован всей команде. Вы знаете, как говорят в боксе, как говорят боксеры, что бокс – это разговор двух джентльменов без слов. Так что же, по мнению наших сегодняшних гостей, что же такое футбол? А есть философский факультет? Нет? Сам готовый? Нет? Мне кажется, надо открывать уже. Александр Ворович определил Павленко отвечать на этот вопрос. Давай, Саша. Что-то ответить я затрудняюсь. Футбол – это все-таки толпа на толпу получается. Что-то в этом роде. Стенка на стенку, можно так сказать. И тоже, возможно, без слов. Я думаю, что футбол – это настолько тонкая игра. Там есть переплетено все. И регби, и теннис, когда мячик летает. И шахматы. Для того, чтобы запутать соперника, нужно какие-то ходы сделать. А футболисты выполняют роль фигур. Поэтому однозначно можно только сказать это одно. Футбол – это есть футбол. Я думаю, что продолжить еще, продолжить на этот вопрос, отвечать должен Натсон, который должен по-бразильски что-нибудь там… Что с бразильской точки зрения футбол? Коротко и четко как-нибудь. Футбол для нас, бразильцев, очень важно. Для нас футбол, для бразильцев, очень важно. Потому что все дети, по крайней мере, 99% хотят стать игроками футболистами в Бразилии. Итак, мы respirаем практически футбол, живем футбол. То есть мы практически дышим и живем футболом. Вот ответ. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос. Здравствуйте, меня зовут Георгий. У меня вопрос к Натсону. У него совсем недавно был день рождения. И хотелось бы узнать, какой самый главный подарок он получил в свой день рождения? Уже в России какой подарок? Или вообще в жизни? У нас в этот день было три дня рождения. Петя Немов, потом Натсон и еще Полиенко Максим. Долго вспоминает. Вообще, или в этот раз? Ну, в Самаре, то есть в России. А, все-таки в России. Уже изменилось мнение, да? У меня лучший подарок для меня, это была победа, которую мы одержали вчера. Спасибо. Посмелее, посмелее, не стесняйтесь задавать вопросы, выходить к микрофону. Если все-таки есть стеснение, пишите ваши вопросы на листочках, передавайте. Ну, а те, кто самый смелый, задавайте вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос... У меня два вопроса к Филисио Браун-Форбсу. Первый. Сколько быстро прошла ваша адаптация к российскому футболу в целом? У меня два вопроса к Филисио Браун-Форбсу. У меня было много показано. Я здесь... Меня достаточно быстро и очень хорошо приняли. Делали мне много времени и многое мне показали, как нужно делать. У меня было очень хорошо, как мне было, что нужно делать. В команду меня быстро приняли, и, в общем-то, мне не на что тут жаловаться. Здесь уже приходят записки. Здравствуйте. Пишет Андрей. Очень большое письмо, в общем, большой листочек. В общем, он занимается профессионально с детства футболом. А, нет, занимается футболом, но в большой футбол никак не удается попасть и все такое. Но он обращается к Игорю Симшоу. Можно ли на глазах болельщиков обменяться со мной игровой футболкой? Но мы уже отметили, что футболку можно будет получить. Правильно ответить на вопросы. Вопросы мы будем задавать попозже. Сейчас вопросы от болельщиков. Здравствуйте. Меня зовут Юлия, студентка комитарного образования. Совсем недавно я смотрела выпуск новостей сборной России с Азербайджаном. А матч не смотрели? Ну, это не так. И игрокам задали вопрос. Что вам сказал ваш тренер Пабио Капелло? И один из игроков ответил, что это нельзя озвучить в эфире. У меня вопрос к тренеру, если вы в Валерии, чей к игрокам. Что вы говорите своим учененным игрокам, как вы хвалите, ругаете? Что вы делаете? И можно ли это в эфире говорить? Да. Бывают разные ситуации. Бывает разный стиль общения тренера и футболиста. Когда нужно спокойно обсудить проблемы, какая возникает на футбольном поле. Иногда, я знаю, летают и бутылки, и стаканы, и по раздевалке. Иногда тренер бутсами бросается от футболистов. Поэтому ситуации бывают разные. Спасибо. Что-то подобное, наверное, было после матча в раздевалке Ростова. Там и бутсы летали, и все. Итак, еще один вопрос. К кому? Здравствуйте. Меня зовут Владимир, студент теплоэнолитического в ВСАМ-ГТУ. И у меня вопрос к Игорю Симшову. Вы были неоднократно замечены на матчах хоккейного самарского клуба ЦСКА-ВС. Можно маленький комментарий? Неожиданный вопрос, да, Игорь? Сначала, конечно, мне поразил дворец. Я думал, потолок нагло упадет. Я был супругой, она тоже поразилась. Но хоккей, конечно, уровень немножко не тот, что в КХЛ. Но надеюсь, хочу съездить на Ладу. Немножко уровень будет выше. Тут все как бы честно и реально. Игорь, а еще там был такой, я понимаю, подводный вопрос. А почему все-таки попали на хоккей? Почему именно интересен хоккей? Что там было? Как вот, какое решение? Жена попросила, давай сходи. Она мечтала приехать в Самару и сходить на хоккей, если честно. Вот ответ. Все. Спасибо. Наших ребят можно увидеть не только на хоккей, но и на баскетболе. Часто посещают игры нашей команды. Александр Ильич, завтра открытие сезона. Красные крылья играет против Триумфа. Будете отпускать кого-то на эту игру? Всю команду могу отпустить. Уже? Конечно. Хорошо. Итак, вопрос. Поправьте микрофон юному нашему болельщику. Здравствуйте, меня зовут Игорь Франк. Я будущий игрок крылья Советов. Браво! Браво! Мама задать этим вопрос. А какая схема лучше? 4-5-1 или 1-4-4? Я запишу вопрос. Молодец, ты знаком со схемой, какие есть на футбольном поле. Вообще, нужно сказать, не схема играет в футбол, а играют в футбол люди живые. Поэтому нужно подобрать именно тех людей, тех целеустремленных, мастеровитых, которые будут решать те задачи. А по какой схеме играть, это не важно. А можно второй вопрос задать? Можно, можно. А какое у вас было ощущение на игру с Ростова перед матчем? У нас одно ощущение, выйти на футбольное поле и победить в каждой игре. Вы знаете, сейчас давайте такой экспресс-ответ у всех футболистов. Для вас футбол это профессиональная такая карьера, а какое у каждого из вас хобби? Вот начнем с Яна. У Яна весь хобби. Что-то он смеется. Я не могу много говорить о моем хобби, поскольку не совсем оно такое безопасное. Если тренер услышит, наверное, мне не поздоровится. Все, не слышит Александр Валерьевич. Ян, если это... Ну ладно. Не скажешь все-таки, Ян? На то добре. Повем всех, которые я очень люблю и делают это очень часто, как можно. Ну скажем так. Я скажу о некоторых хобби, которые мне нравятся и которым я больше уделяю внимания. Также моим любимым хобби, конечно, родина, так? Так, естественно, мое самое большое хобби это семья. То, что я наиболее люблю делать, то есть ездение на доске, на рукование и маму инценции на доске. Не, не на доске, на снегу, так? И маму инценции на малые самолеты, даже часами по летам. Ну, также мне очень нравится на доске ездить по снегу. Не знаю, как это точно называется. И также мне очень нравятся самолеты. Так, дальше. Жозе. У меня хобби, когда у меня есть свободное время играть на гитаре. Так, Фелисия, подождите, подождите. Петь в моей комнате. Да, это честно. Александр Ильич, а у вас есть хобби? А, хорошо. Саша. Я люблю путешествовать. И каждый отпуск, который у нас бывает, то стараюсь посетить какую-то новую страну. Какая была последняя, если не секрет? Крайняя. Какая? Крайняя. Крайняя, да, ну, извините. Извините. Сейчас я вспомню. Я думал, крайний север. В Америку, в Америку ездил. Отлично. Север, ну, США. Да, да, да. Кирилл. Окей. Отвечу так, что помимо футбола, наверное, мое хобби – это спорт. Я люблю все виды спорта, особенно игровых. И люблю посещать их, как все уже, наверное, заметили. Александр Ильич, хобби главного тренера Крылья Советов. Я понимаю, Яна, которая не раскрывается о секретах. Просто у каждого профессионального футболиста есть, ну, запретная черта, чем может заниматься профессиональный футболист, чем нельзя. Это связано с риском для здоровья. Также могу заметить, что футболисты настолько, и только кажется, что вот они приехали в какую-то страну или в город на игре, и все перед ними. Нет, на самом деле зачастую это выглядит как аэропорт, гостиница, стадион, аэропорт, и улетели. И поэтому все проходит за стеклом автобуса, как реклама снимается, НТВ+. Попадаете на наш футбол, да? Поэтому они много путешествуют уже в свободное время. А мое хобби одно – футбол. Слушаю, вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александра. Я поздравляю вас с победой. Это единственная главная сейчас новость для нас. А вопрос у меня ко всей команде, конечно же. Как вам в Самаре и какие места вы запомнили здесь? Игорь уже рассказал про Самарский ледовый дворец. Я пока что город плохо знаю, но говорят, что набережная очень красивая. Поэтому я надеюсь, что дождусь уже хорошей погоды, и обязательно схожу туда. А так, в принципе, город хороший, мне нравится. Где, когда ездил, там, может быть, на такси и что-то видел. Ну, а надеюсь, что еще все впереди. Так, дальше у нас кто смогут поделиться впечатлениями о Самаре? Ну, Форбс в основном поет, поэтому город не видел. В комнате, да, да, да. Да, 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 да. Город достаточно красивый, Волга особенно. Он видел Солжо. Когда ты играл, закрыли советов. Да, но для меня вот, я никак не мог сразу понять, я думал, что это что-то другое. Это Рэджи очень интересная здесь достопримечательность. Футболист Рыжиналь Горев. А-а-а, вот это, да, это самарская достопримечательность уже. Скоро, местная, да-да-да, скоро уже будет установлен памятник. Хорошо, а Натсон поделится впечатлениями? Ну, для меня все новое, и все новое, интересное. И, самое интересное для меня, это играть в российском чемпионате. В городе еще не было возможности куда-то выехать, поскольку было очень холодно. Как бы надо предупредить, что скоро вообще выезжать не надо никуда. Ну да ладно. Ян, что-то увидел в Самаре, что-то понравилось яркое? Так я могу сказать, что я люблю спенджать час на земле, что значит, что я очень много спенджал. Но я бы хотел сказать то, что я достаточно много увидел, много что посмотрел. Так же мне особо не понравилось, но в Словакии есть подобное металлость, подобное место, так же я в Лугу не с этим заскоченный, так же мне еще в Лугу не понравилось. Мне бы хотелось сказать то, что мне здесь много что нравится, в Словакии у нас тоже много подобных городов есть, поэтому я чувствую себя очень комфортно. Хорошо. Прежде чем следующий вопрос прозвучит, вопрос, который пришел на записке, знаете, можно на него с улыбкой отреагировать, а можно взять и так вот честно ответить. Сколько вы получили премию или получите премию или зарплату за выигранный матч? Есть вот такие моменты? Можно раскрыть секреты контракта или нет? Вы слышали, да, Игорь ответил, премия, это три очка в турнирную таблицу, все нормально. Все, ответил, все согласны, это нормально. Слушаем вопрос. Добрый вечер, уважаемые игроки и тренер. Меня зовут Вячеслав. У меня вопрос шутливый с предысторией. Как известно, крылья сет возникли как заводская команда, многие игроки жили на Таурге и работали, соответственно, на заводе, на авиационном Таурге. Вопрос такой. Как должна сыграть команда, чтобы обратно на базу вернуться на трамваи? У меня есть ответ на этот вопрос. Рассказывайте. Нет, он вдобавок еще к одному вопросу, который здесь тоже есть. Однажды два новичка, но я так понимаю, что новички, наверное, не нашей команды, заблудились в нашем городе. А из вас кто-нибудь терялся в Самаре? Вот то, что мы долго ждали футболистов, вот сегодня как раз некоторые футболисты из этого числа, они будут говорить, кто потерялись. Поэтому вот как добираться? На трамвае, наверное, мы вернемся в том случае, если, например, будет очень большая пробка. А если возьмем футбол России? Тогда на велосипедах. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте, Алексей, студент инженерно-экономического факультета. Хочется выразить благодарность за данную встречу руководству нашего любимого университета. Ты сдашь сессию, молодец. Также правкома студентов с МГТУ за эту встречу прекрасно. И тут перепадет тоже. И тут тоже очень крайне спасибо. Просто закусывай. Так вот, у меня вопрос следующий. Как гласит один итальянский анекдот, жили-были два брата. Один умный, другой футболист. Да ты знаток итальянских анекдотов. Так, а вопрос? Ну так вот, в связи с этим вопрос. Вот мне хочется, чтобы моя любимая команда этот анекдот, собственно, опровергла. Расскажите, пожалуйста, о вашем образовании непосредственно. Вот оно что. Спасибо. Какое образование? А почему футболист не умный, ты считаешь? Я так не считаю. Это просто... Кольцерский анекдот. Не верь, не верь анекдот. Главный тренер же сказал, что надо думать на футбольном поле. А чтобы думать, должны быть мозги. Браво. Ну, если кто-то хочет ответить про какое-то образование, ну, читать писать умеют все. Это проверяется, когда контракт подписывают. Я не могу просто пропустить самый неожиданный вопрос сегодняшнего дня. Я не знаю, почему именно Натсуну. Собираешься ли ты летом на Грушинский фестиваль? Ну, это учитывая то, что там играют на гитаре. Надо ему объяснить. Он поедет вместе с Форбсом. Один играет, другой поет. Если хорошо заплатят, поедут. Право. Хороший ответ. Хороший ответ. Кстати, кстати... Нет, просто сначала нужно было бы объяснить, что это такое. Потому что, ну, вы понимаете, что люди, которые сюда только что приехали, они не могут знать всех местных реалий. Надо объяснить, что там много людей играют на гитарах. И почти все из них решают вопрос, что лучше, текила или... Ну да ладно. Шутки в сторону. Серьезно, я уверен. Вопрос сейчас будет от нашего болельщика. Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Я с физико-технологического факультета. Вопрос к Александру Мария Ильевичу. Есть какие-нибудь прогнозы на матч с Волгой и на матч с Саратовом? С Соколами. Прогнозы... Дело неблагодарное. Ну, все-таки есть какие-нибудь? Мы готовимся к победе. А игра покажет, как она сложится. Спасибо. И у меня сразу на полночку вопрос. Потому что Саша Павренко не так часто спрашивает. Саш, очень многие болельщики, не знаю, как слово подобрать, волнуются. Или надеются. Не знаю. Ты имеешь отношение... Имел отношение к этому клубу. Как ты считаешь, Терек в этом сезоне вылетит из премьер-лиги? Оцени соперника из города Грозный. Ну, я вот... Я думаю, что нет. Потому что там... А? А кто же вылетит? Спрашивай так сам. Вы хотели бы знать мое мнение. Я говорил, что Терек не вылетит. Хорошо. Отлично. Я ответил. Да-да-да, все правильно. Отлично мое мнение. Следующий вопрос. Здравствуйте. Я Георгий с инженерно-экономического факультета. Хочу спросить. А что вы чувствуете, когда вы ходите на футбольное поле? Что же я там читал записку? Там вообще все сложные. Мне вопрос был? Нет? Нет. Всем футболистам. Что вы чувствуете, когда вы ходите на поле? Игорь, меняется чувство, когда ты выходишь на поле? От матча к матчу или команды, за сборной ты играл? Что чувствуешь? Чувства, конечно, разные за сборную. Одни чувства за клуб, другие. Одно чувство – это жажда борьбы и победы. И сразу есть еще у кого-то ответить на этот вопрос? Ребят, наши иностранцы. Волнение, конечно, присутствует всегда перед тем, как, например, ты на установке находишься, едешь в автобусе на игру. Но уже когда выходишь на поле, когда получаешь мяч и получается, ты уже весь в игре, тогда уже получается, у тебя идет уже твои эмоции и твое мастерство. А вот, кстати, когда больше волнения у футболиста? Когда он выходит в основном составе, вот эта вот накачка перед игрой, судьи всех выводят, или когда он выходит на замену? Когда волнения больше или меньше? Что выгоднее в психологическом плане? Ну, когда ты, например, знаешь, например, за день, за два, что ты играть будешь в основном составе, то, конечно, переживаешь больше, наверное. А когда ты находишься на скамейке запасных, это, ну, ты готовишься тоже к игре, но ты не знаешь, когда ты выйдешь. И получается, чем ты, ну, быстрее, тебя вот тренер говорит, позывает, говорит, ты выходишь, и все, ты уже должен быть в игре, и поэтому я думаю, что тяжелее и легче, наверное, выходить, когда ты на замену выходишь. Спасибо. Самое сложное мгновение, когда футболисты выходят за судьями перед игрой, и их встречает, наверное, 30-40 тысяч зрителей, которые поддерживают тебя и надеются, что ты не подведешь их. Вот это самое волнующее мгновение, наверное, перед игрой. Я сейчас продолжу эту тему, можно поаплодировать, потому что вопрос от болельщика, я объясню, почему я здесь замил, заминка у меня была, потому что здесь попросили вот это вот вернуть, прочитать и отдать. Вот. Действительно серьезный вопрос, и многие, и наши иностранцы, которые в России впервые, и уже опытные игроки, которые в России все уже увидели. Какой перформанс от самарских болельщиков вы хотели бы увидеть? Что-то запоминается, что-то баннеры, кричалки, какие-то, не дай бог, выбегания на поле радостные. Вот кто-нибудь возьмите на себя смелость и ответите. Какой перформанс больше нравится, и который ждете, что сегодня на игре болельщики будут вести себя именно так? Насколько я знаю, стадион вмещает 38 тысяч. Вот я хочу увидеть запомненные трибуны, потому что я приезжал сюда с другими командами, трибуны заполнялись. Сейчас поддержка, ну, хотелось бы больше, потому что когда приходят 10-11 тысяч, я думаю, это слабая поддержка для Самары. Вот я очень надеюсь, что на матч с Волгой и дальнейшем матче минимум 25 тысяч будет на трибунах. Мы постараемся все сделать, чтобы вас порадовать. Мы слушаем вопрос. Здравствуйте, меня зовут Геннадий Павлович, я болельщик крылья Советов в 40-летнем станке. В 73-м году начали болеть за 40-летним. Я пришел, потому что очень рад, что в нашу команду пришел выдающийся, я считаю, футболист, это Игорь Семшов. Я просто, когда узнал, что он заканчивает игра в Динамо, говорю, вот бы он к нам перешел. И когда сбылась, у меня было переполнение чувств, что он к нам пришел играть. Я хочу ему пожелать продолжить традиции игроков, тех, которые пришли к нам в крылья Советов играть из Москвы в команду. Такие, как любимый Андрей Тихонов у нас играл. Раз. Он пришел на тренировскую работу, работает в Спартаке, тренером. Второй. Очень хорошо играл у нас вратарь Юрий Шишкин. Замечательный играл. Сейчас тренер вратарей в крылья Советов. Два московские. Третий. Мержалол Касымов. Замечательно у нас играл в крыльях. Сейчас на своей родине работает тренером. И еще у нас играл Перечеляй, которые стали тренерами. Это такой Бородюк. Он у нас играл в защитниках. Из московской команды пришел. Сейчас работает тренером сборной России. Потом, значит, вот торпеды сейчас возглавляют. Он очень хорошо и там работает. Вот. Я пожелаю Игорю Семшову принести свой опыт в крылья Советов. Передать всем игрокам. Помочь нашему тренеру. Чтобы сделали коллектив. И мы не боролись за выживание. А шли вперед. Я надеюсь, что ты наши оправдаешь желания. Спасибо большое. Спасибо большое. Я думаю, я стараюсь максимум сделать для того, чтобы и игрой своей, и опытом передать футболистам. И самому помогать футбольным клубам-корресцентам. Для того, чтобы, правильно сказать, не бороться за выживание, а пытаться бороться за Лигу Европы. И пожелаете мне стать тренером? Спасибо. Не надо. Я не хочу. Сразу говорю. Это не мое. Тренер, пожалуйста, был бы пожелательский здесь был Руслан Аджинжал. Он самый возрастной у нас игрок. Александр Валерьевич, как по вашему общению? Может, знаете, может, он пытается вас перенять какие-то моменты. Готовится он выйти на тренерскую работу? Руслан Аджинжал. Мне тяжело сказать, готовится он. Нет, он кавказский парень. И держит все в себе. Ну, то есть, ничего пока за вами не записывает. Так вот, за что? Не просреживалось. Хорошо. Еще один вопрос. Здравствуйте еще раз. Владимир. Такой вопрос. Летом играть очень жарко. Сейчас приведется играть в декабре, будет очень холодно. А когда хуже? Когда проигрываешь. Здравствуйте, уважаемые игроки. Мамедова Лана, Санкт-Петербург, государственный технический университет. У меня будет профессиональный вопрос всем участникам. Прошел отборочный тур чемпионата мира 2014 года. Я хочу узнать ваше мнение насчет этого. Насчет чемпионата мира 2014 года. Это часа на полтора, сейчас разговору, но ничего. Я думаю, Игорь ответит. Все-таки он провел достаточно количества игр за сборную. Поэтому ему все карты в руки. Игорь, давай вкратце. Скажи, у этой сборной, при этом тренере, какие шансы на чемпионате мира в Бразилии? На твой взгляд? Честно, пока не знаю. Все-таки чемпионат мира, основная сетка и отборочность совсем два разных турнира. Я надеюсь, из группы наша команда обязана выходить. А дальше уже как бог пошлет. Спасибо большое. Вопрос нашего бразильцу. Что будет делать во время чемпионата мира по футболу Бразилии Натсен? Будет ли он там смотреть? Будет ли он где-то отдыхать? На сборах он будет. Мне кажется, все пляжи перечислил, да? Шучу. Нет, ну это, конечно, моя сторона. Я попытаюсь туда попасть. Думаю, у нас хороший будет, хороший кубок мира, конечно. И мы, конечно, выиграем. Еще один давайте вопрос от болельщиков. Меня зовут Александр, болельщик с 45-летним стажем. У меня два вопроса к нашим новичкам, к Форбсу и Натсену. Силисер, Не волнуйтесь. Многие болельщики считают, что в последней игре КБР обказал лучшую игру свою в этом сезоне. Многие. Потому что считают, что вышел его соотечественник Сибайц. Как ты думаешь, можно от тебя ждать качественный скачок в игре, в качестве игры, после зимней паузы, когда к нам вернется Телес после болезни? Сидите, это вообще вопрос для кого? Это Натсену, наверное, все-таки, да? Натсену? А, вы сказали. Сказали Форбсу. Но Натсену все хорошо, сейчас ответит. Мне кажется, уже опять при чемпионат первых, ты говоришь? И у Кавалера, кто будет играть в игре? Ну, смотри. Не знаю. Мы все равно будем надеяться. Так, еще один вопрос у вас, да? Такой же, да? Это будет короткий такой же ответ. Побыстрее задавайте. Хорошо. Делитесь, на социальной сети со фейсбук ты выкладывал фотографии, какой ты обед приготовил вкусный. Мне очень понравилось. Хотел бы узнать, сейчас ты так готовишь красиво и вкусно, на наш взгляд. Когда пьет, тогда готовишь. Спасибо. И сразу выкладывать в интернет. Еще один вопрос уже к Форбсу. Очень интересный такой момент. Если он наверняка помнит, что матч открытия чемпионата мира 2006 года был между сборными Германии и Коста-Рики. Вот за кого он там борел, имея отношение к одной и другой команде, можно сказать так? Это очень сложно сказать, потому что я частично... Я половина немец, половина Коста-Рика, поэтому... У меня двойные такие чувства. Вырос я в Германии. И я бы порадовался как за Германию, так и за Коста-Рику. И, знаете, я вот сейчас... Позвольте мне задать вопрос, опять же, нашим ребятам, потому что очень многие обращают внимание и просят наших иностранцев рассказать о своих татуировках. Филиси очень часто правую руку поднимает, все хотят посмотреть, что они означают. Это как детстве. Значений очень много, поэтому я не могу все рассказать, но не со смыслом. Если есть еще у кого-то желание рассказать про свои татуировки, что значит? Есть или нет? Все стесняются? Натсон что-нибудь скажет? Да ничего. На моем татуировке я предпочитаю делать татуировку, или писать там имена, из моей семьи, моих детей. Вот такое. Хорошо. Слушаем вопросы. Здравствуйте. У меня команда. Меня зовут Андрей. Болею за команду 10 лет. В этом году 10 лет уже. На каком секторе? На каком секторе, кстати, болеешь? На Востоке. В основном. Да. Загораешь. Загораешь, да? Да, бывает. Так, вопрос. Вопрос, Александр Валерьевич. Есть ли у Вас такой тренер, точнее, есть ли такой тренер с мировым именем, с которого вы бегаете в пример, либо вдохновляетесь? Такого тренера персонально, вот, за кем очень сильно слежу, там, у Риньо, да, можно сказать, там, нет, такого тренера нет. У каждого есть какие-то свои, такие нюансы, такие искорки, у которых можно научиться чему-то. Это и сообщение с ребятами, и поведение на футбольном поле, на пресс-конференциях, то есть каждый ведет себя в меру своих таких данных, поэтому определенного нет. А подборочку хоть пару искорок, так сказать? Ну, что Вы взяли из какого-то? Можете рассказать какого-либо тренера? Что Вы взяли из какого-то тренера? Ну, из опыта, из опыта. С стаканами кидаться не буду, это точно. Ладно, спасибо. Спасибо. Давайте сейчас с Вами договоримся. У нас четыре человека стоят у микрофона, да? На этом мы будем уже ограничить. Вот пятый бежит, да? Хорошо, пятый, успевший. На этом мы ограничим вопросы из зала от микрофона. Если еще какие-то интересные записки поступят, мы их озвучим. И будем постепенно к следующей части нашей встречи переходить. Слушаем вопрос. Здравствуйте, меня зовут Кирилл. Вопрос адресовываю всем, как игрокам, так в том числе Александр Валерьевич. Ну, за свою жизнь игровую практику Вы работали со многими тренерами. Так вот, хотелось бы узнать, какие самые яркие тренерские выходки, назовем их так, ну там, мотивации на игру или на похвала, или наоборот критика. Больше всего Вам запомнились, оставили вот яркое пятно в Вашей памяти. Спасибо. Очень яркий пример был, это в Нижнем Новгороде был Овчинников тренером. И он ребятам говорил в раздевалке, вот Вам лопаты, идите, выкапывайте премиальные в чужой штрафной площади. То есть, забивайте галлы там. Такого ничего не запомнилось. Может кто-то сильно ругал, можно фамилии не называть, там, бил, с ланцем в детстве. Хорошо, что такого не было. Так, Илья? Был, конечно, тренировки выгоняли, и не раз. Но это рабочие моменты, поэтому, как бы, я к этому спокойно относился и знал, за что. Тамаре выгоняли? Пока два месяца я не смог провиниться. Так, а в словарке, например, у Яна, были какие-нибудь интересные моменты? Может быть, тренер сбованный какой-то, какой-то из тренеров, или, не знаю, может быть... А то мы давно уже забыли про Яну Муху. Сейчас ему переведут. Очень много интересных вопросов есть, пришедших в записках. Не могу сейчас припомнить. Все, отлично, мы задали вопрос. Хорошо. Спасибо. Давайте следующие. Здравствуйте, меня зовут Максим. Санкт-Петулки, это курс в факультете пищевого производства. Я хочу сказать спасибо за победу. Недавно одержали и заодно поздравить. И следующий вопрос я хочу адресовать Форбсу. Вопрос такой. Насколько я знаю, ты приехал к нам из Германии. А, Германия славится чем? Автопромом и хорошими дорогами на автобан. Вот, я хочу спросить, как ты успел уже оценить качество наших дорог? Сегодня сюда ехали уже. Да. Я вообще... Оценил. А можно более развернутый ответ? Более развернутый он напишет на руке в виде татуировки. Хорошо, спасибо. Спасибо. Кстати, раз зашла речь про дороги, вот, я хочу показать, вот, как вам пишут болельщицы. Какие марки авторов вы предпочитаете? Все в сердечках, все... Им лав написано. Могу даже подарить. По самарским дорогам. По трамвае, как вот молодой человек говорил. Я теперь понял, почему вот этот вопрос задумал. Какие марки авто? Ям. Какая у тебя марка? Как любимая марка авто? Мерседес. Лада. С недавнего времени. Шевроле Нива. Знакома ли такая? Ям говорит, вообще-то я езжу на ауди. Такие, аплодисменты с задних видов пошли. Ага. Все там владеются. Аудио собрались. Ну, хорошо, там уже идет перевод записок. Давайте здесь еще у нас вопросы, и мы будем постепенно подходить к завершению. Можно? Здравствуйте, меня зовут Мария. А есть ответ, да, Леш? Извини. Национ предпочитает Ламборджини. Неожиданно. Сейчас, секундочку. А, уже пробовал по самарским дорогам на Ламборджини? Вы ничего, оба. Оранжевого. Так, вопрос, да? Да. Вопрос ко всем. Любите ли вы рыбалку? Нацу, ну, можно сказать, у нас зимой полетчики будут на турнире по рыбалке. На таком труду, Мартыниха. Приглашаем с гитарой. Вопрос про рыбалку? Хорошо, да, мне нравится рыбалка. Можете меня пригласить, я с вами поеду. В зиму я по февралью. Кстати, знаете, на самом деле, как все настоящие рыбаки должны отвечать на этот вопрос. Пусть Национ покажет, какую самую большую рыбу он поймал. И мы поймем, что выбрать в Бразилии и не только в Бразилии. Издеваетесь? Он, наверное, подумал, что надо ей показать, как быть от рамки. Нет, ну ладно. Могут все ответить? Все ответить? Серьезно вы это. Я в детстве ходил в рыбалку, когда ездил к бабушке в деревню. А на данный момент не получается выбраться. Саша, ну а когда ездишь по разным странам, там же тоже есть всякие рыболовные эти выезды. Кстати, да, вот когда мы были на сборах в Австрии, это было, может быть, год назад, да, я рыбачил. Поймал? Ну да, поймал, но это был такой пруд, который там забрасываешь, а она сама на тебя. А там Юрий Никольев. Папанов, вернее, Папанов сидит. Ну так. Игорь? А так я больше люблю, ну, когда река, природа, это самое лучшее. Без драконьерства, да? То есть... Хорошо. Ян, любишь ловить рыбу, нет? Дети любят? Так самое, я люблю маму. Так самое, я люблю маму. Я езжу на рыбу, а вот я разнимаю джазу, так же. Душек учатся мне. Когда я был маленький, мне нравилось ездить на рыбалку, но сейчас времени просто нет. Ну и раз уж мы всех спросили, давайте спросим Форбса и Александра Ильича. Пока его переводят. Александр Ильич, как вы к рыбалке относитесь? Положительно. Последний раз рыбачил в аквариуме у себя дома. Вас мы и возьмем на турнир. После этого аквариум перестал существовать. Хорошо. Что скажет наш защитник? Дай, дай. Нет. Спасибо. Так. Ну и пока у нас еще два готовится, да? Два последних у микрофона. Форбсу вопрос из зала. Был ли он на Октябрь-фесте? На записки пришел такой вопрос? Нет. Нет, а там просто можно посмотреть там. Спасибо. Ну конечно я там был. В этом году было правда сложно туда попасть. Могу. Рахер. А там кого больше? Немцев или иностранцев? Да, это очень смешно. Но я думаю, что немцев больше. Вообще-то там смешная публика, но я думаю немцев больше. Узких больше. Но в этот момент они уже говорят сегодня немецкий. Поэтому форбсова не упадемла что. Вопрос, слушаем. Александр Ильич, вот так как я живу в Самаре, и на футбол, и на хоккей. Вот в хоккей после матча хоккеисты всегда аплодируют, там, клюшками подбадривают болельщиков даже при каком-то разгромном поражении. А вот на футболе часто замечал то, что футболисты, ну, проиграли и хоп, быстро ушли. Вы как-то мотивируете их поблагодарить болельщиков за поддержку? Во-первых, хоккей более камерная атмосфера. Зал все-таки находится на стадионе, много народу. Поэтому, конечно, не удается. Мы разговариваем с ребятами, чтобы они в любой ситуации подходили и благодарили болельщиков за поддержку. Не всегда это удается, эмоции разные бывают. Поэтому, чтобы благодарить, нужно чаще выигрывать. Будем на это надеяться. Хорошо, спасибо. И последний вопрос из зала напрямую. Да, мне посчастливилось закрывать этот блок мероприятия. У меня два вопроса. Первый из них... Да, меня зовут Ренат. Если это совсем интересно. Вот... Нет, это было интересно этой девушке, поэтому... Ренат, продолжай. Стикер порвали. Нет, давай свой телефон, начерт, что это сразу так. Продолжай, продолжай. Первый вопрос. Есть ли у вас диджей в команде, так скажем, в раздевалке? И если да, то какие направления музыки вы предпочитаете? То есть, что вас заводит, что вас мотивирует на игру? И... То есть, второй вопрос. Самара, как известно, по крайней мере нашим жителям известно, то, что она славится своим пивом. Вот. Как вы относитесь к тому, чтобы вот после игры, для того, чтобы расслабиться, прикупить по макальчику хорошего, добротного пива? Благодарю. В раздевалке, действительно, с недавних времен звучит музыка. И началось это все наушники. Потом начали колонки ставить. Разная музыка звучит. И ответственный за это наш администратор, Параманов Сергей. Он старается угодить всем футболистам и ставит разную музыку. Вот. Ну, многие футболисты, это не секрет, готовятся индивидуально, поэтому наушники им в помощь. Кто-то слушает какие-то такую музыку, чтобы его заводило, кто-то успокаивался. Это уже личный подход, индивидуальный. Что касается пива, я сейчас запишу в блокнот пожелание, чтобы пиво после, в раздевалке было пиво после, если, конечно, оно не навредит. Можно еще добавить просто? Вы упомянули наушники. Я, если не ошибаюсь, Фергустон говорил, что айподы и наушники губят современный футбол тем, что футболист замыкается в себе, он уходит в себя, то есть нет вот этой вот сплотенности, командности и тому подобное. Как ваше мнение? Это индивидуальный подход. Кто хочет слушать, тот будет слушать. Запрещать ничего нельзя. Но в автобусе, когда едут на игру, это разные вещи. А что касается в раздевалке, действительно, это непростой вопрос. Почему? Потому что каждый настраивается по-своему. У каждого индивидуальный подход к этому. Кто-то уходит в спортивный зал разминаться, кто-то массируется, кто-то с доктором занимается. Очень такая подготовка к работе, к игре, это такой очень момент, который нельзя нарушать. Благодарю. Хорошо, спасибо. Сейчас экспресс-ответы на вопросы, которые пришли по запискам. Прежде всего, достаточно такой тоже неожиданный вопрос. Как в команде «Крылья Советов» посвящают новичков, пришедших в клуб? Есть какое-то посвящение? Что происходит? Куда-то идут рестораны, или, может быть, там делают темную что-то там, и теперь ты... Я не знаю, что там. Потому что здесь свои варианты, что, может быть, там что-то... Ну, есть какое-то посвящение? Вот когда пришли молодые игроки наши, новички... Ну, игроки не обязательно молодые приходят. Ну, не обязательно молодые. Я имею в виду в нашем составе. Ну, прежде всего, нужно их представить. И нужно перечислить, на мой взгляд, те регалии, какие человек заслужил за свою карьеру, футболист. Это самое главное. Чтобы те люди, которые принимают тебя в коллектив, они знали, на что способен. Игорь, было что-нибудь интересное за карьеру, в которой вот ты бывал в клубах, что-то яркое, как вот посвятили сами игроки новичка именно тебя, или ты кого-то посвящал? Так. Что это? Чем-чем? Банкетом. Вот ответ. Спасибо. На Красной площади. Так. Следующий вопрос уже серьезный. Напоследок, Александр Валерьевич серьезный. Потом будет такой... Ну, сначала проясните ситуацию с вратарями. Кто у нас будет в основе? Муха или Веремкова? Или Вавилен? Или... Федоров. Федоров. Мы надеемся, что, конечно, нам будет приятно, если этот молодой перспективный футболист в свое время займет такой ответственный поезд. А Ян ему поможет в этом. И следующий вопрос тоже вам, Александр Валерьевич. Как дела у Никиты Цыганкова? Складывается ли у него карьера футболиста? Складывается карьера студента. Ага. Так. Можно аплодировать. Здесь очень много студентов. Ну и, наверное, на этом уже можно... А, это даже вот подарки. Подарки пошли. Это Александр Павленко. Вот это. Нет. Нет, 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 нет. Это Яну Мухе. Вот передавайте. Это все наклеечки тут. Я даже не заметил. Мне не передали, нет? Так, это... Почему-то написано все-таки... Ну, простят, ладно. Сергею Валерьевичу... Александру Валерьевичу. Так. Это Нацену. Это Игорю. И это Фелисио. Это всем наклейки. Спасибо. Это от кого-то из наших активных фанатов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну все, наверное, на этом уже все. Давайте мы сейчас... А, ну еще. Вот Фелисио пожелание было. А, у вас такая очаровательная улыбка. Улыбайтесь чаще. АПЛОДИСМЕНТЫ Пока он не понял по-русски. Сейчас ему переведу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И с майками. В центре стоит Александр Валерьевич. А игроки вокруг него. И Алексей Вилдеров тоже может рядышком стоять. Ничего страшного, что у него нет шарфика и нет майки. Так. Вы не разбегайтесь. Еще впереди будет розыгрыш майк. Сейчас главное фото. Те, кто не фотографирует, давайте поаплодируйте, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, нашли время приехать с вами пообщаться наши новички. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, если все готово, сейчас можно присаживаться. И мы начнем делать автографы на этих футболках. Начнем мы с Форбса. Форбс сделает автограф. И мы от него... Внимание, сейчас нужно, чтобы все сели. Потому что мы сейчас будем задавать... Я буду задавать вопрос про игроков. Про наших новичков. Там надо расписаться. Филисиам надо просто расписаться, свой автограф оставить. И, внимание, правило такое. Тот, кто хочет получить футболку, не должен кричать с места. Он должен поднять руку. Тот, кто первый это делает, я буду видеть. И после того, как вы увидите, что я вам даю слово, вы отвечаете, если правильно, сразу получаете футболку. Неправильно, значит, следующий. Заново мы поднимаем руки. Готовы? Все понятно. Кричать с места не будем. Спорить не будем. Судей у нас нет. Все пройдет мирно, дружно. Итак, по списку наших игроков начнем с Форбса. Кто знает, почему Филисио Браун Форбс выбрал 28-й номер? Вот первый там вот... Первый... Да-да-да-да-да-да. Так. День рождения 28-го числа. День рождения 28-го числа. День рождения, правильно, 28-го числа. Филисио, выходи, вручай футболку этому автору правильного ответа. Можно поаплодировать. Форбс выбрал 28-й номер действительно по этой причине. И сейчас вручается футболка. Вот так красиво, да-да-да-да, вот так можно сделать. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, вопрос сейчас... Давайте мы передадим фломастер Национу. Он уже расписался, да? Итак, внимание, я хочу сказать, что сейчас нужно будет именно по поднятой руке. Хотя я не знаю вообще, будет ли она или нет. Сложный вопрос, но с другой стороны, здесь студенты, образованные, все все знают. Как называется гитара, на которой играет Национ? Вот первый здесь молодой человек с краю. Можно... Кавакиньо. Кавакиньо, правильно, именно так называется гитара, на которой любят играть Национ. Поэтому ему, этому болельщику вручается футболка... СПИЛИСМЕНТЫ Нет, как тут СПИЛИСМЕНТЫ Здесь вот пока только все дрались. СПИЛИСМЕНТЫ Это есть с Форбсом. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, общие фото можно... Да-да-да, пока не отдавай, как будто бы. Вот так, вот-вот-вот-вот-вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот тот, кто руку поднимает, это... Двойку тебе поставим. За какой клуб в Швейцарии играл Павленко? Ну... Ага. Вот первая рука, скромная, я не знаю, правильно ли вы ответите. Нет? А, все, опустил уже? Ну вот, вот здесь вот. Да-да-да-да. Отвечай. Не-не, подождите, вот... Как? Съем. Съем, нет. Вот в зеленом, здесь вот в зеленом. Как? Можно? Нет. Вот, подождите, вот в синем. Серветы? Нет. Давайте сейчас руки опустим, я увижу, что первый. Так, руки опустите. Он первый, да? В очках, который стоит. Лозанна, правильно. 2007 год, и Саша играл за этот швейцарский клуб, поэтому футболка уходит нашему болельщику, который правильно на это смог ответить. Сейчас мы еще уточним один ответ правильный с Яном Мухой без микрофона. Все-все-все, поэтому сейчас... Я уточнил, знаете, мало ли тут что, редакторы готовят вопросы, а потом отдувать, если что-то неправильно. Итак, внимание, сейчас будет вручен вратарский свитер Яна Мухи. Нужна будет поднятая рука, первая, и мы дадим шанс. Какую сборную из топ обыграла Словакия в финале? Вот первая рука вот здесь была на чемпионате мира в ЮА. Вот первая, попробуй. Первая из топ. Обыграла топ команду. Она была единственная. Но ты понял первый. Италия. Правильно. Все правильно. Ян Муха играл в ЮАР и со счетом 3-2 победила Словакия и Италия, и Ян Муха стоял в воротах. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, сейчас... Ну, тоже, наверное, будет очень легкий вопрос. Хотя, может быть, и нет. Главное, вовремя поднять руку. Подсказывайте мне, да? Сейчас будет у нас футболка Игоря Семшова и... Вопрос про него. Как правильно сформулировать, чтобы никто не успел раньше времени руку поднять? Начнем тянуть время, да? Значит, против какой сборной Игорь сыграл последний матч в финальных играх чемпионата мира? Вот здесь первая поинтерка. Голландия, нет. Подождите, давайте руки опустим, а я сейчас увижу, что у нас... Опустите руки. Итак, какую команду, с какой командой играл Семшов? Ну, вот там первая рука была понята, вот я так понимаю, но... Кого? Нет. Вы уже подсказываете, здесь уже вес рук. Кому даем право ответить? Шарику давайте, вот тут. Бельгия? Нет, он против этой команды не сыграл. Вот, наверное, здесь вот, да, в центре? Ну, вот давайте, вот матч в черной куртке, да. Испания? Нет. Давайте девочка, вот там блондинка прыгает. Как? Бельгия. Да нет, вы что? Ну, вот здесь вот бородатый болельщик, давай. Япония. Это был последний маршиальной стадии, в которой принимал участие Игорь Семшов. И, кстати, единственный из наших игроков, кто принимал участие в этих играх, поэтому ему вручается футболка с автографом Игоря Семшова. И сейчас, уважаемые болельщики, давайте поаплодируем нашим участникам встречи. Давайте пожелаем им победу в участь в Волгы и самое иное самое важное у каждого выступления в чемпионате 2012-2014. И Hee page 14! Жилья! 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 Спасибо большое Игорь Вас на студене! Редактор субтитров А.Семкин